Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Аня и в этом видео у нас распаковка ТНД. Девочки, только что прибежала с почты. Я заказ делала сразу же 1 декабря. Как только вышли все новинки, боялась, что те новинки, которые я заказала, их разберут и мне не достанется. Это была лимитированная коллекция. Думаю, ну и не хочу пропустить этого. Вот. И, в общем, заказала и мне сегодня пришла посылка на почту. Вот такая огромная коробка. По сравнению с тем, что мне приходили, это огромная коробка. До этого были все малюсенькие такие коробочки. Они упаковывают. Вроде заказ большой, но они как-то умудряются этот заказ засунуть в небольшую коробку. Вот. Первое, что хочу показать, два каталога. Я заказала два каталога, потому что у меня есть некоторые, которые просят каталог бумажный посмотреть. А свой один-единственный не хочется давать, потому что придется где-то либо забирать, либо ждать, чтобы отдали. Вот. Поэтому заказала два. Вот так вот они выглядят. Зима-зима. Вообще супер. Я уже, кстати, в интернете посмотрела, но в интернете все равно не то. Хочется еще посмотреть вживую. Я уже осенний каталог до дыр досмотрела. Зачитывала, смотрела. Все было очень интересно. Я вообще влюбилась в эту компанию. Вы, наверное, заметили, кто меня давно смотрит. Потому что раньше, когда я заказывала Фаберлик, я еще постоянно ходила в Магнит Косметик, на Озоне, на Валберис кучу косметики заказывала, вам показывала. Вот. Но сейчас, вот верите, нет, я просто захожу в магазин, несмотря на то, что у Стеллари новинки выходят, я не покупаю. Потому что я понимаю, что я буду заказывать Тиандэ, я лучше эти деньги потрачу в Тиандэ. Вот, я не знаю, у меня вот такой вот заскок, короче, случился. Хочу только Тиандэ. Ну, потому что косметика крутая и не хочется больше экспериментировать и покупать что-то другое. Зачастую покупая что-то другое, потом приходится выкидывать. Первое, что хочу показать, это пектиновые кисели. Я заказала 5 штук. А, что же сейчас больше хочу взять. Пектиновый кисель, он вообще вкусный. Немножко, единственное, мне не хватает от него сладости, я уже об этом говорила. Вот. Но там находится пектин. Он супер полезный. Есть еще здесь в составе имбирь. Он чувствуется совсем, вот прям, совсем-совсем слегка. То есть он не прожигает ничего, чувствуется совсем немножко. Вообще он очень полезен для людей, у кого проблемы с кишечником, с дутием. Он хорошо. И тем, кто сидит на диете. Это я, наверное, уже от себя добавлю, потому что я, если честно, у них не видела. Потому что вечером, вот когда бывает, ходишь, по крайней мере, у меня такое было состояние. Я хожу вечером, хочется вот вроде печенюшку съесть или там бутербродик какой-то, вроде бы и ужином. Но вот вечером не хватает. И я завариваю вот этот кисель, выпиваю. И вот это чувство голода куда-то уходит. Я вообще люблю кисель. Я раньше бабушка в детстве его варила. Я обожаю кисель. А этот кисель тоже полюбила. Я хочу еще попробовать с облепихой, так как я очень люблю облепиху. Здесь в составе помимо, по-моему, еще витамин С есть. Если я не ошибаюсь, могу ошибаться. Но вообще на самом деле вот этот пектин очень полезен. На него вообще американские ученые провели исследование на пектин. И выявили то, что он еще к тому же борется с раковыми клетками. Кто постоянно употребляет пектин в пище, у них, ну сами понимаете, не бывает таких проблем. Но это опять же я прочитала в гугле. Поэтому смело заходите в Яндекс, в Гугл, где вам удобно, забивайте пектин и читайте. Если кто пьет на постоянной основе эти киселя, и особенно если у вас были какие-то проблемы и прошли, обязательно напишите свой отзыв. Будет очень интересно почитать. И я очень люблю сборы. В этот раз я себе взяла фито-чай для печени с расторопшей. Расторопша для печени тоже супер полезная. Ее прописывают как доктора, у кого больная печень. Прописывают просто курсом пропивать для печени, потому что она восстанавливает даже печень. Быстрее помогает восстановиться печени. Печень у нас сама восстанавливается. Но тем не менее, то, что мы сейчас кушаем, это все через печень проходит. Лучше, конечно, тоже помогать ей и курсом пропивать расторопшу и травяной сбор. И взяла попробовать фито-чай с дудником китайским и красной щеткой для женщин. Красной щеткой я, если честно, даже не представляю, что это такое, поэтому надо будет загуглить и потом с вами тоже поделиться. Так, взяла еще других. Я брала до этого прокладки. Это, кстати, ежедневные две пачки. Я решила перепробовать все. У меня таких еще не было. Еще в следующий раз... У меня здесь нету розовеньких. Еще в следующий раз розовеньких я возьму, попробую и потом уже в пустых баночках или где-то я сравню. И для себя выберу, какие лучше все-таки покупать. С травой, кстати, они немножечко охлаждают. Такой в пиоте очень такой яркий холод. Именно в ежедневных, в дневных и в ночных нету такого. А здесь есть такой холодок-холодок. Кажется, что немножечко как будто бы даже пожигает. Но нет, это просто холодок. Так, ну, все-таки приятно. Такое освежение какое-то. Ну, по крайней мере, мне. Так, девочки, здесь так все упаковано. Заказала пасты зубные. Вот такую вот. Сейчас я вам прочитаю, с чем она. Зеленый чань, женьшень и женьшень санчи. Вот так вот она выглядит. Там здесь у нас... Да, я тоже взял свой ножичек. Нашла. Сейчас попажу вам какую-то. Пасту я тоже уже все, почти все выбрала. Осталась самая дорогая. И я в раздумьях, брать ее или нет. Вот такая паста. Первую я попробовала, которую самую первую брала. Использую 2-3 раза очищающую. Она сама по себе маленькая. Белого цвета. Но мне она нравится. Она действительно очищает зубы. Но я не использую ее на каждый день. Потому что боюсь, что вызовет чувствительность зубов. У меня зубы и так. Я бы не сказала, что очень хорошие. Поэтому я их берегу. И вот такая вот паста. Цена у паст 300 с чем-то рублей. Я вот здесь вот в уголочках цены в любом случае буду подписывать. И к ним еще дополнительно прилагаете скидку. Скидка от компании Тианде 35%. Плюс в понедельник, вторник работает промокод дополнительный 5% к этому ко всему. В общей сложности у вас получается примерно около 40%. Там потому что высчитывают они немножко по-другому. Сначала 35% из корзины высчитывают. Когда вы вводите промокод, еще 5% от корзины опять же высчитывают. Ну бывает там где-то рублей 300-400 скидка получается. Поэтому это тоже неплохо. Это очень даже хорошо. Мне кажется, ни в какой компании нет такой огромной скидки, как в Тианде. И еще заказала артофит. До этого я заказывала другой. Я про него вам тоже сниму отдельное видео, отзыв свой. Он действительно работает. Вот именно другой, вот наполовину белый с красным. Тоже артофит. И заказала полностью красный. Пока, наверное, открывать не буду. Добьем сначала тот. Ну давайте вам сразу, чтобы не томить, я вам расскажу, вдруг вы захотите заказать. Вот так вот он выглядит. И наполовинку, вот если я его не принесла, у меня у мужа проблема с рукой. Он в свое время, когда мы строили баню, то ли растяжение у него, то ли что, но у него постоянно болит рука. Он блокаду делал уже не один раз, раза два или три. Знаю, что вредно, поэтому можете написать. Ему врачи говорили, что это очень вредно. Но, тем не менее, никто не находит, по какой причине болит рука. Есть и предположения, от чего может болеть рука. Именно вот в этом месте, в локте. Вот. И чтобы сдать соревнования какие-то, ему приходилось делать блокаду, потому что по-другому было никак. Это просто там боли такие. Он даже по ночам иногда кричал от того, что болит рука. Вот. И пробовали мазать муравьиная какая-то, забыла, как называется, дорогая. Дорогой, кстати. За тысячу рублей стоит. И плюс еще, ну, вольтарейны вот эти все, понятно, тоже пробовали. Начали пользоваться Тиандэ. Вот я когда заказала, вам говорила в прошлой распаковке, что обязательно попробуем. Я ему мажу. У него рука не болит целый день. Вообще целый день рука не болит. Даже он ее когда напрягает. Но если он работает сутки, соответственно, я ему не мажу, у него на следующий день болит рука. То есть, средство работает. Он говорит, ты что, мы теперь постоянно будем мазать? Я говорю, значит, будет постоянно мазать, чтобы не болела рука. Теперь постоянно у нас каждый вечер, хотя написано 2-3 раза наносить в течение дня, мы наносим один раз вечером, и весь следующий день у него вообще никаких этих. Она разогревает. Он еще на ноги себе наносит, чтобы ноги якобы отдыхали. Ему очень нравится. Он говорит, я действительно наношу на ноги. И у меня, говорит, особенно когда сутки отработает, на ногах это очень тяжело. И он приходит, вот это наносит. Он говорит, блин, мне так хорошо от него становится. Так разогревает. Он немножко разогревает ноги. И они, говорит, такие у меня отдохнувшие. В общем, девочки, советую, если есть какие-то проблемы с суставами, вот именно обратить внимание на эту линейку. Кстати, как она правильно называется? Не буду я обчитать, чтобы вы мне не написали, какая я. И не промахнула. Буквально чуть-чуть послушу, постараюсь его совсем минимально, потому что здесь все бутылочки упакованы вот в такую вот секенцию. Это у нас мандариновый ликер гель для душа. Цена у него, конечно, завышена. Я поэтому их изначально не брала. Я на них посмотрела. Думаю, дорого не буду брать. Вроде бы меня другие устраивают. Но здесь у меня взяла девочка, которая зарегистрирована под меня с нашего города. Она моя клиентка. И мы с ней разговаривались. Она говорит, Анна, слушай, я взяла гель для душа, только с унасом. Такой запах вообще! Я говорю, блин, взяла себе с мандарином. Я люблю цитрусовый аромат. Я уже не раз говорила. И сейчас посмотрим. Ой, девочки, это мандарин. Это действительно мандарин, который просто вот чистишь. Вот корка мандарина. Это действительно мандарин. Это прям вот реально просто мандарин-мандарин. Я даже вот так открою. Ой, вообще классно. Интересно, как он в душе раскроется. Он сам по себе белый. Вот так вот вам покажу. Даже апельсины. Вот как будто, знаете, вот когда бывает, заходишь куда-то, да, с улицы, и начистили кто-то мандаринов, там ели мандарины. Вот то же самое. Заходишь, прям такой яркий аромат. Вообще, я его сразу же поставлю в использование, буду пользоваться. И постараюсь отдельное видео снять. Я в любом случае буду здесь тестировать те продукты, которые мне пришли, вам рассказывать. И если к этому времени протестирую, то я вам про него тоже расскажу. Либо в сторис, либо в полном видео. Если не расскажу, то обязательно в пустых баночках. Я коплю Тиандэ отдельно пустые баночки, чтобы вам потом рассказать. Потому что есть люди, которые смотрят только Фаберлик или еще что-то. Но я хотя сейчас очень редко Фаберлик заказываю, как-то уход меня там уже не интересует. Так, тоник для лица. Так как я тестирую крем с плацентой, он у меня увлажняющий, с питательной основой. Девочки, как он мне понравился. Я изначально, когда его заказала, я думала, что я его потестирую, и, скорее всего, придется кому-то отдать. Либо свекрови, либо потому что у меня кожа комбинированная. И я думала, что он мне будет просто перепитывать кожу, и у меня появится воспаление. Так как от многих кремов у меня появляется воспаление. У меня кожа очень проблемная. Но там было заявлено, что сама плацента, в которую входит состав, и другие там еще компоненты, прилично там компонентов, они даже борются с воспалениями. И плюс еще осветляет кожа лица. И это действительно правда. У меня немножко кожа стала осветленная, выровненная. Я вообще утром встаю, я смотрю в зеркало, когда умываюсь, и мне кожа моя просто нравится. Она такая вот сочная, что ли, я даже вот не знаю, как описать, но мне действительно кожа по утрам нравится. Раньше как-то не было такого. Бывало, либо встаешься жирная, как блин. Здесь нет. Вечером, причем я хожу, когда наношу, у меня кожа блестит, жирнится немножко, как будто бы кажется. Но потом этот крем, он как-то раз так впитывается. И вот утром встаю, он полностью уже впитался, и кожа прям такая холеная, хорошая, прям шелковистая. И я просто, я пользуюсь им огромным, с огромным удовольствием. До этого я хотела использовать все крема, которые у меня есть в запасе, потом только начать Тиандэ заказывать. Но не смогла удержаться, и я кроме этого крема больше ничего не хочу. Вот честно, пока ничего не хочу. И его нужно совсем капелюшку, мне кажется, мне его хватит на год, потому что я его наношу только на ночь. И нужно прям маленькие капельки поставить. Вот так вот выглядит тоник. Здесь 100 мл. Цена 459 рублей. Я помню, у них у всех 459 рублей. Но вы посмотрите, он гелеобразный. Он такой, я бы не сказала, что он жидкий. Его можно будет наносить прям на ладошку. Я сейчас прям протестирую его. Вся линейка пахнет, кстати, одинаково. Вот это вот может, кстати, подбешивать. Если кому-то бывает надоедают ароматы. Нет, он похож на сыворотку. Вот, когда он соприкасается с кожей, вот сейчас, и он сразу же как-то распределился и впитывается, как будто бы такая водичка. Но на руке уже не видно. А в бутылочке он смотрится прям вот как сыворотка. Он так еле-еле перекатывается. Но нужно тоже небольшое количество наносить на ладошку, распределяем по рукам и только прикладываем к лицу. Этого будет достаточно. Поэтому его тоже хватит надолго. Это не тоник. И все, кстати, вот в таких красивых упаковках с овечками. Упаковки, кстати, тоже качественно сделаны. Такие вещи круто дарить на подарок. Когда вы не знаете, что подарить уже. Потому что выглядит очень дорого и богато. И здесь, опять же, вот такая инструкция. Я его тоже сразу поставлю в использование. Все, что у меня стоит, я отставлю. То, что не тяндэй. Буду с огромным удовольствием. Решила, короче, себе ни в чем не отказывать. И думаю, смысл я буду там чем-то пользоваться. То, что мне не нравится. То, что мне не нравится, я успею допользовать. Вот. И решила пользоваться тем сначала, что мне нравится. Так, дальше у нас. Секундочку открою. Решила, в общем, все открыла, чтобы не шуршать в кадре. Еще заказала мицеллярная вода с фитокомплексом. Здесь 200 мл тоже решила попробовать. Она вот такая вот квадратная, такая интересная. Здесь... Мне, кстати, последнее время... Чем-то вкусненьким, кстати, пахнет. Или нет, мыльным. Последнее время, когда я решила закончить свои мицеллярки, у меня просто одна 490 мл стояла мицеллярка, я решила только ей снимать макияж, чтобы она у меня не стояла. И потом, когда я взяла гидрофильный баттер, чтобы снимать макияж, и я поняла, что мне больше нравятся мицеллярки. Хоть там и выходит движение больше, с этими дисками, трением и так далее. Либо просто баттер не очень мне нравится. Но я в любом случае от Янда тоже баттер буду пробовать. Планирую заказать в следующем месяце. И решила взять мицеллярку. Попробовать. Ваша кожа дышит. 200 грамм, 300 с чем-то рублей. Я считаю, что для хорошей качественной мицеллярки это недорого. Потому что бывают дешевые мицеллярки, от них щипет кожу. Я как-то вот заказывала у Фаберлик, у меня сильно тогда щипала кожу. Оксиолоджи, там мицеллярный лосьон, по-моему, называется. Жутко щипала кожу, я просто целый флакон выкинула. И еще там были какие-то мицеллярки, просто глаза выедала. Вот. Решила здесь попробовать. У меня глаза чувствительные, кожа тоже чувствительная. Я не один раз везде много раз говорила. Поэтому обязательно снимем макияж и посмотрим, как она будет работать. Следующее, что... Так, сейчас покажу вам последний продукт. И остальное все у меня для волос. Для волос я набрала очень много. У меня длинные волосы, я люблю за ними ухаживать. Я люблю, чтобы они у меня были красивые, чтобы лежали всегда красиво. И стараюсь для них... В самый неподходящий момент начинают звонить, и меня это немножко подбешивает. Так, первое, что я уже даже сбила, с чего начала. Заказала себе фитоспрей с прополисом. Его можно использовать не только для освежения дыхания, но и если вдруг у вас першит в горле, или вы начинаете кашлять, можно использовать вместо ингалитта. Вот так вот он выглядит. Здесь у нас сколько миллилитров? Два месяца, кстати, после вскрытия. Значит, состав супер натуральный, поэтому нужно пользоваться быстро и всей семьей, скорее всего. Он, кстати, внутри такой мутноватый, похож на болтушку. Кто использовал болтушку, те знают. Ну, давайте попробуем прыснем, кстати. Ой, он с этим, с деревом, как будто бы, невкусный, но, надеюсь, супер полезный. Ну, по крайней мере, невкусный. Ладно, будем пробовать, если не понравится. И переходим к волосам. Я уже сказала, заказала много для волос. Первое, что я заказала, это вот такие вот рыбки. Вот в такой вот коробочке. Вот так вот они выглядят. Здесь 15 рыбок, то есть по цене получается одно применение, рублей 38, наверное, выходит. Вот так вот откручиваем. Здесь и достаем одну рыбку и отстригаем. И получается, используем подлиннее волос, но подсушенные волосы, так как это масло. Я не на сухие и не на сильно влажные использую. Я немножко подсушиваю и потом наношу. Я как-то пробовала такие рыбки, не помню от какого производителя, но мне они не очень понравились. Они слишком были масляные, и волосы потом были такие сальные, как будто грязные. Но не знаю, здесь посмотрим. Если понравится, я все вам расскажу. Обязательно вместе с вами протестируем. Взяла термозащиту для волос. Это спрей с кератином для окрашенных волос. Здесь 200 мл. Бутылочка, в принципе, прилично так выглядит. Вся полностью заклеена. Придает волосам объем, упругость, оказывает легкий эффект увлажнения. Ну, посмотрим, тоже протестируем вместе с вами. Здесь кератин в составе, как пишут. И я, как и хотела, выкупила всю линейку Фрэш Клик. Другие товары вы у меня уже видели. Это гель для лица. Я им пользуюсь с огромным удовольствием на утреннее применение. И с сывороткой, и тональ, и биби-крем у меня тоже от них есть. В общем, это оставались последние продукты. И я их тоже выкупила. Это шампунь для глубокого очищения. Здесь 250 мл. Но бутылка выглядит, кстати, очень так миниатюрно. Шампунь полностью черный. Сейчас даже вылью, посмотрим. Он такой даже не черный, он серый. Густой. Приятный аромат, тоже такой мыльный. Сейчас, секунду, в салфетку найду. И бальзам биоламинирования. Эффект биоламинирования, кондиционер для волос. Тоже с огромным удовольствием воспользуюсь. Здесь 2-3 минуты держать и тщательно смыть водой. Такие шампуни глубокого очищения, если у вас сухая кожа. Наверное, лучше не использовать. И нормальное, в принципе, жирное, комбинированное можно, но хотя бы 1 раз в неделю. Это часто получается. 1 раз в 2 недели. Сначала нужно, опять же, пробовать. Так как кому-то и 1 раз в неделю будет достаточно, кому-то 1 раз в 2 недели будет достаточно. Но учтите, что он сильно промывает. И еще заказала органовое масло, флюид. Я масла люблю, я их использую с огромным удовольствием. Потому что, когда их используешь, волосы становятся блестящими, шелковистыми, красивыми. Здесь 50 мл вот такая вот бутылочка. Я сначала думала, блин, так мало. За такие деньги мало просто. Потом думаю, нет. Попробую. И когда прочитала отзывы уже. Тут, кстати, не до конца налита бутылочка. Вот досюда. Может, это нормально? Вот. И нужна... Я прочитала отзывы девочек. И девочки... А, тут закрыто. Не понюхайте. Вот. И девочки сказали, что раньше были они по 100 мл. И просто были не... Никак было не использовать. Очень долго стояли. За сроком годности даже выкидывали. Вот. Но нужна буквально капелька. И этой капельки вполне достаточно. Но в любом случае, мы с вами протестируем. Посмотрим, попробуем и поймем. Достаточно это или нет. И моя самая-самая хотелка, которую я давно хотела. И все откладывала, откладывала. И здесь уже решила точно заказать. Это бальзам со змеиным маслом. Мамуши. Вот так вот он выглядит. Это действительно огромная банка. Я даже не знаю, с чем сравнить. С гелем для душа. Ну, просто большая банка. Кстати, такая пластмасса. Хорошая. Хорошая прям. Здесь все закрыто. Но пахнет вкусно. Давайте откроем. Я думаю, что многим интересно. Кто не пробовал вообще, мне тоже густой он или нет. Цена 999 рублей, но со скидкой выходит недорого. За такой объем выходит очень даже бюджетно. Потому что здесь 500 миллилитров хватит просто надолго. Он еще не открывается. Я боюсь его пролить. Хорошо, что я сегодня ножичек с собой прихватила. Если б я ножичек не прихватила, было бы просто не открыть. Блин, как у них все запаковано. Они прям любят все так. Ну, это, кстати, это я не ругаю их. Это наоборот хорошо. Потому что наша почта России работает так, что там кидают коробки. Вот так вот это все выглядит. Ой, какой запах. Прям вкусненько пахнет. Очень густая. С огромным удовольствием, девочки, прям сегодня же протестирую. Постараюсь записать этот момент и высушить волосы, показать вам как. И рассказать свое мнение. Понравится мне или нет. Я уже сразу же тоже поставлю в использование. И новинка. Зимняя лимитированная коллекция. То, что я хотела, это у нас гель для душа и шампунь с мандарином. Хоть я во всех видео кричу и ругаюсь, говорю, что мне шампуня года на два запасов хватит. Но, тем не менее, здесь я не удержалась. Почему? Первое, потому что это мой любимый аромат. Мандарины и апельсины. Второе, это лимитированная коллекция. И третье, то, что у меня ТНТ, хотела сказать. ТНТ безумно радует. И я им довольна. Давайте сначала шампунь посмотрим. Здесь 400 миллилитров. Хватит на полгода. Похоже, кстати, на гель для душа. Вот из этой линейки. Но из этой линейки, мне кажется, аромат поярче будет. Да, похоже. Но здесь, мне кажется, послаще. Здесь по... Прямо вот мандарин. А здесь как-то послаще. Да. Здесь больше на апельсин даже похоже. А здесь на мандарин. Я очень довольна. Это я взяла не в подарок. Я взяла лично для себя. И тоже буду тестировать. Сразу же поставлю все в использование. И потом обязательно расскажу вам, понравилось или нет. Цена 1000 с чем-то рублей. Но если добавить скидку, то получается, что каждая упаковка по 300 с чем-то рублей. То есть, за 400 грамм шампуня 300 с чем-то рублей. Это неплохо. Так, это у нас гель для душа. Здесь, кстати, идет содиум лаурид сульфат. И здесь идет какомидей. То есть, вот какомидей, он немножко смягчает содиум лаурид сульфат. И он становится не такой агрессивный. Вот. Но кто избегает этого компонента в составах, то, наверное, лучше не приобретай. Не покупайте они сульфатные. Без сульфатных шампуней в Тианте просто куча. Поэтому можно выбрать и посмотреть. Если не знаете, какие, пишите. Я вам напишу, какие без сульфатные. И также приглашаю в свою команду, как обычно. Ссылочки все оставляю под видео. Обязательно регистрируйтесь, заказывайте. Продукция крутая, классная. Я думаю, что вам тоже она безумно понравится. Вы будете восторгаться ей. Восторгаться. Какие слова у меня пошли. Я довольна, кстати. Мне кажется, за такой аромат он стоит своих денег. Стоит. Ну все, девочки. На этом мой заказ подошел к концу. Всем пока.